Привет всем любителям физики и физического эксперимента. Миша Иванов на нашем канале снял уже два ролика про задачи оценки. Я подумал, что тоже хочу рассказать что-то подобное. И вспомнил, как когда я после второго курса работал преподавателем физики на летней школе, один мой приятель предложил мне решить такую задачу. И это была задача, в которой было нужно оценить, с какой частотой машет крыльями комар, исходя из некоторых физических соображений. Я эту задачу тогда с большим удовольствием для себя решил. Результат оказался весьма и весьма правдоподобным. Ну и прежде чем я буду рассказывать свое решение, будет здорово, если вы остановите ролик и попробуете сделать такую оценку самостоятельно. А потом посмотрите на то, что расскажу я. И первое соображение будет очень простым. Если комар завис, то это означает, что на него действуют две силы. Сила тяжести МЖ, направленная вниз, и подъемная сила, создаваемая за счет того, что он машет крыльями. Эти две силы должны быть равны. Ну и стало быть, я их должен приравнять, МЖ сразу пишу. А как оценить подъемную силу? Ну, очень просто. Она пропорциональна площади крыльев. Чем больше площадь, тем больше воздуха комар вниз отправляет. Плотности воздуха, который он вниз толкает. И еще здесь стоит В-квадрат. Одна скорость, она от того, сколько воздуха за ницу временем отправляет вниз. А другая, это, собственно, это импульс РОВ, который отправлен вниз. Ну, и когда я был студентом после второго курса, я дальше все стал делать аккуратно. Тут надо оценить, собственно, две вещи. Массу комара и площадь крыльев. Потому что плотность воздуха мы знаем, ускорение соводного падения мы тоже знаем. И мы узнаем скорость, с которой он машет, а дальше оттуда будем вытягивать все остальное, с какой частотой он машет. Ну, массу будем оценивать. Возьмем размеры комара, его длину характерную, так сказать, ширину, толщину. Найдем объем. Умножим этот объем на плотность тела комара. Ну, наверное, такая же, как у нас. То есть, это вот порядка плотности воды. Один грамм на сантиметр кубический. Ну, и дальше вот та площадь крыльев тоже мы возьмем. Ну, как бы длину оценим, ширину. Ну, вот этим путем я шел тогда. И может быть, кто-то из вас сегодня им тоже пошел. Но сегодня, когда я про эту задачу подумал, я вдруг понял, что эту формулу я знаю. Итак, мы оцениваем, с какой скоростью спускается парашютист. Мы ровно эту же формулу записываем. Вот это у нас площадь парашюта, это масса парашютиста. А значит, В вот здесь. Это скорость, с которой будет спускаться комар, если он расправит крылья, и я его отпущу. Как он будет, так сказать, парашютировать вниз. Ну, и, в общем, нетрудно понять и сделать оценку этой скорости. Не за 10 секунд он с высоты 1 метр упадет, и не за одну десятую секунду. Ну, такая характерная скорость метр в секунду. Для оценки это годится. Я не думаю, что я здесь сильно ошибаюсь. Но правда, вот когда комар машет крыльями, он их там вверх поднимает, наверное, разворачивает так, вниз, наоборот, плоскостью. Ну, поэтому все-таки... А, и концы крыльев работают хорошо в махании, а та часть, которая ближе к телу, не очень. Ну, и надо, наверное, будет какой-то здесь вести поправочный коэффициент. Быстрее он должен крыльями махать в несколько раз, чем его скорость парашютирования. Ну, я скорость парашютирования оценил метр в секунду. Давайте махание концами крыльев оценим как... Ну, 4 метра в секунду. Давайте так. Значит, вот эти 4 метра в секунду я взял. Значит, конец крыльев комара проходит 4 метра. Как найти частоту? Ну, нужно одно такое прохождение оценить, сколько проходит. Ну, давайте так. Полсантиметра вверх, полсантиметра вниз. Это сантиметр. 4 метра это 400 сантиметров. Значит, чтобы концы крыльев комара прошли 4 метра за секунду, надо 400 раз махнуть. И у меня получается оценка 400 герц. А теперь нам надо сравнить этот результат с экспериментом. Вот, правда, у меня комара сейчас под руками нету, и вообще поздняя осень. Но я же помню, как он гудит. И вот я взял и погудел вот так. И записал спектр. Ну, максимум получился 600 герц. Потом заглянул в Википедию. Там 600-700 герц и написано. Так что с гудением у меня все в порядке и со слухом. Но все в порядке и с оценкой. Вот эти 400 герц, которые я получил, они от 600 герц отличаются всего в полтора раза. Для оценки, которая делается из каких-то очень таких простых и грубых соображений. Это отличный результат. Я им доволен. Ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь. А дальше я хочу сказать вот что. Я же не зря начал с разговоров про летнюю школу. Я вот размышляю в последнее время. А что отличает подготовку физиков от подготовки любых других специальностей. Ну, инженерных прежде всего. То, что люди между собой решают вот такие задачи. Помимо тех курсов, которые читаются, лекций, семинаров, лабораторных. Это тоже очень важно. Физик отличается как раз тем, что он умеет оценивать. Ему это нравится. Он понимает, что это важно. И тут, конечно, хочется вспомнить книжку Петра Леонидовича Капицы. Про задачи оценки. Ну, вообще, вот физические задачи. Которую я вам всячески рекомендую заглянуть. Вот ее обложка. Найдете в интернете. Наверное, мы из этих задач тоже что-нибудь поснимаем. Выбирайте, кстати. Интересно, что вам понравится. Пробуйте оценивать сами. Просите нас рассказать. А сейчас спасибо вам большое за внимание.